Неделя о Материи и Фарисеи Притча о Материи и Фарисее звучит так Но ударяя себя в грудь говорил, Боже, будь милостив ко мне грешнику Сказываю же вам, говорит Христос, что сей пошел оправданный в дом свой более, нежели тот Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится Евангелие от Луки, 18 глава, 10-14 стихи Притча о Материи и Фарисее рассказывает о важности искреннего покаяния И образно выражает ту духовную истину, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать Якова 4, 6 Два человека вошли в храм помолиться, два человека, два грешника Стоит только разницу, что Фарисей не признавал себя грешником, а Матарь признавал И Матарь и Фарисей молились Богу, но Матарь, осознавая свои грехи, молился покаянно Господи, помил имя грешного Фарисей же пришел к Богу с гордо поднятой головой, похваляясь своими добродетелями, надмиваясь своей праведностью В притче Фарисей предстоит перед нами, как воплощение абсолютного самодовольства Ведь он был исполнителем закона, соблюдающим все религиозные правила и традиции Был образован и начитан, давал на нужды храма десятую часть от своего имения Очевидно, будучи человеком по-своему религиозным, он не делал явного зла И вполне возможно, в житейском смысле был неплохим человеком, к которому, может быть, многие относились с большим уважением Но самодовольство Фарисея как бы доминировало в том духовном состоянии, в котором он находился Настолько доминировало, что совершенно затмевало от него самого подлинную картину того, что происходило в его душе Ничем не ограниченное самодовольство настолько его захватило, что он совершенно забыл, что все его так называемые добродетели Теряют свою ценность и смысл перед судом Божиим Его главная ошибка была в том, что он подумал, что уже достиг цели Он остановился, пламя тоски по Господу погасло, а дорогу в божественные высоты нельзя оселить никакими личными достижениями А вот другой, мытарь, сборщик налогов Эта профессия в древнем мире была окружена всеобщим презрением Мытарь, по-видимому, ничего не исполняет от закона, но, чувствуя свое ничтожество, только бьет себя в грудь и молится «Боже, милости будем не грешному» Скромный мытарь сконцентрировал свои духовные силы на своей греховности, на своем несовершенстве перед лицом Бога Он понимал всю тщетность оправдания внешними делами Он не смел даже глаз поднять на небо, так глубоко было его сокрушение о своих грехах Вот эти два различных состояния С одной стороны молитва, начинающаяся с благодарения «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди» Это как будто призывание Бога, а на самом деле утверждение своего «я» Ибо сердцевина гордости по преподобному Иоанну Листвичнику Есть бесстыдное проповедание своих трудов Господь ведь знает душу фарисея, а он говорит «я не таков, как все прочие грабители, обидчики, прелюбодеи Я не таков, как сей мытарь» Фарисей как будто и верит, и любит Господа, как будто и ищет его помощи А на самом деле унижает ближнего и бесстыдно превозносится Он подходит уже к величайшей степени гордости, отвержению Бога Зачем ему Бог, когда он все выполнил и только хвалится перед Богом своими добродетелями? Самодовольный фарисей всерьез думает, что он достиг совершенства Что он знает все Самодовольство ослепляет и понуждает довольствоваться малым Делает человека нравственным минималистом Который доволен своими легкими внешними успехами И думает о количестве, а не качестве своих добрых дел Вот и фарисей называет цифры Два раза пощусь, отдаю десятую часть Эти счеты не нужны Богу, ему нужно наше сердце Думать о количестве добрых дел приводит к законничеству, формализму Фарисей исполняет закон, и закон трудный Ибо нелегко следовать всем предписаниям закона Хотя бы и ветхого, но тщетно это, ибо у него нет смирения А есть и другой подход Это подход к Богу того, кто нуждается в нем, чтобы очистить свои грехи Поэтому-то мытарь и молится Божьей милостью будем не грешному Потому что он нуждается в Боге Он просит, понимая, что ничего еще не сделал Он не проповедует своих, может быть, и имеющихся добродетелей Но не их, а грехи свои полагает на главу свою перед Богом После своей смиренной молитвы мытарь был перед Богом чище и праведнее Хотя вся его жизнь в сравнении с фарисеевой и выглядела безнадежно пропавшей Притча о мытарее и фарисее – это призыв Христа подумать и искоренить фарисейство, живущее в каждом из нас Мы можем опознать фарисея в себе прежде всего по преданию чрезмерного значения себе Фарисей считает себя лучше и достойнее других Свой дух чище, взгляды глубже, чем у других людей Фарисей хочет переделать остальных по своему вкусу И не может сам построиться под другого человека, стать с ним на одну ступень Фарисей смотрит сквозь пальцы на свои слабости, на безжалости к слабостям других Самый бесспорный признак фарисейства – желание получать за свое благочестие, почет и уважение среди людей Поэтому современный фарисей делает свои добрые дела при свидетелях и любит публичность Он предпочитает улыбаться на страницах газет и журналов, нежели в реальной жизни в обществе несчастных и неудачников Он любит говорить на публике об искоренении бедности и о внимании к изгоям общества Но сам обходит бомжей за километр и не дает ни с чем ни гроша, если никто при этом на него не смотрит Иди и поступай иначе, и спасешься Крепко запомним слова Христа Всякий возвышающий себя унижен будет, а унижающий себя возвысится Луки 18.14 Значение недели мытаря и фарисея Для настоящей духовной жизни нужно приучить себя соблюдать равновесие между проявлениями внутренней и внешней религиозности Необходимо соблюдать закон, заповеди Божии и церковные уставы, но этого мало Нужно обладать еще смирением мытаря Добрые дела тщетны, если они совершаются не для Бога, а для мира, для нашего тщеславия Тщетны всякое доброе дело, делаемое на показ Верные последователи Христа познаются не делами, а смирением Я могу накормить кого-нибудь во имя Божия, не приписывая ничего себе И буду иметь в этом случае истинное христианское делание А ежели я буду делать то же самое, но по каким-либо другим соображениям Для каких-либо других целей, каковы бы они ни были, дело это будет не Христовым На примере мытаря и фарисея, святая церковь учит нас, что первое условие для добродетели Это смирение и покаяние, а главное препятствие это гордость Церковь внушает готовящимся к великому посту, подвигу и молитве Что исполнением того, что положено по уставу, хвалиться не должно И молитва, и пост святы и спасительны только тогда, когда не омрачены самолюбованием и превозношением Кто любуется и хвалится своими делами, тот не ведает или забывает, что мы своими силами без помощи Божией Не можем исполнить всего закона и, следовательно, сделаться правыми перед Богом И само исполнение есть не заслуга, а наш долг В наших молитвословах утреннее правило начинается с молитвы мытаря Боже, милости будем не грешным Изо всех молитв святая церковь избрала ее, потому что чувство, которое испытывал мытарь Именно то чувство, с каким нужно молиться Поэтому, говоря Божией милости будем грешным и вспоминая притча о мытаре и фарисее, можно настроиться на правильное молитвенное делание Молитва мытаря о Божией милости будем не грешному принята церковью как общеупотребительная, уместная всегда и для каждого из нас Молитва есть зеркало духовного устроения, как говорят святые отцы церкви Посмотри в это зеркало, посмотри, как ты молишься, и ты можешь сказать безошибочно, каково твое духовное устроение В молитве наиболее полно открываются наши хорошие темные стороны, духовное умирание и духовное возрастание Молитва – это не проговаривание слов и не выбор их правильного порядка, даже и не методика созерцания Молитва – это оставление себя наедине с Богом и начало уподобления Ему По этой причине к молитве нельзя относиться небрежно Готовясь к Великому посту, очень важно понять, какое состояние души благоприятно для молитвы Господь принимает только ту молитву, которая идет из смиренного сердца, когда человек осознает свою греховность перед Богом Смирение – это не просто одна из добродетелей, но основа всей духовной жизни По словам преподобного Исаака Ниневийского, подвижники получают награду не за свои труды, а за смирение в них Смирение необходимо, ибо без него нет милосердия и любви Там же, где гордыня, там всегда будет осуждение ближнего Когда человек преисполнен сам собою, начинает переливаться через край, стремится заполнить и других людей собой и своими мнениями Отцы церкви сравнивали три подготовительные недели перед Великим постом с последними днями перед началом войны Когда чистится и приводится в порядок боевое оружие В старину частью подготовки к войне были и повествования о богатырях и подвиги былых времен, с которыми полководцы обращались к воинам Точно так же и христианам следует перед Великим постом читать жития святых и рассказы о их победоносном подвижничестве Главное оружие христианина Великий пост – покаяние и смирение Им противостоят гордыня и высокомерие, пороки, сбросившие верховного ангела Люцифера с небес Борьба с ними тяжелее, чем любая другая внутренняя борьба, ибо в этой борьбе и добродетели могут перейти на вражескую сторону Дела, хорошие сами по себе, вдруг становятся источником зла Человек начинает использовать свои добродетели, чтобы возвыситься над другими людьми или подчинить их себе Особенности седмицы Неделя о мытаре и фарисеи в православном церковном календаре относятся к сплошным седмицам Пост отменяется даже в среду и пятницу Таким образом, даже церковные правила напоминают нам о недостаточности соблюдения правил С этого воскресенья начинаются две недели, данные нам для обновления души и приготовления ее к посту Литургические темы этих двух недель призывают христиан к покаянию по образу мытаря К честному поиску в себе такого же фарисейского ханжес Достойно есть я кого не сделу Боже, дитя, Богородицу Крисно, Боже, мою Ты мне непорочную И Матерь Богородицу 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 Продолжение следует...